так погнали 5 раундов и и и и и и и Продолжение следует... 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 Разорвал дистанцию мало, значит руки еще не сбрасывай, а то ты разорвал, ну закрытую дистанцию, чуть-чуть мы только подальше стали, чуть-чуть, и раз, и ручки вниз опустил. Я один раз понаблюдаю за тобой, второй раз понаблюдаю за тобой, а в третий раз я на этом движении сделаю рывок, то есть ты вот отобьешь свое, я тебе дернулся, ушел, я блям, тут же влетел туда, достаточно только зацепиться будет, если попал, то тут же второй пойдет туда, даже в первом акцент не нужен. Нет, другой вопрос, когда ты это целенаправленно делаешь, если ты провоцируешь меня на это движение, то это другой вопрос, но я вижу, что не провоцируешь, ты просто так делаешь. Иногда, конечно, раскрываешь, специально показать противника, ну да, я вот так вот делаю, это неправильно, лази меня на этом рывке, да и на этом рывке, я с уходом, я говорю, блям! Видео, наверное, видел, на МНН, какой-то так, бьет, джеб и сразу же лезет, три раза он так сделал, и в итоге, на четвертый раз он ему колено сразу же дал, он просто сад за колено дал, и это жесткий был нахат. Ну видно, что борец туда конкретно лезет, то есть он даже джеб делает просто для того, чтобы сократить дистанцию, только для этого вообще ничего. Ну, и я тут прям такой вычислил, там нарезка такая еще пора, раз, два, три, четыре. Есть такие ситуации, я специально тоже, ну, есть несколько моментов, на которых просчитывают, но это, конечно, не уличные драки, это вот когда идет спарринг, ну, бой. Там можно посчитать, это несколько раундов есть, чтобы посчитать, тоже, мне вообще понравилось, ну, я рассказывал вам про это, когда, значит, работает он Тайс против Голландца, не, наоборот, Голландец против Тайса, скажет так, потому что Голландец выигрывает. Значит, то ли Роб Каман, то ли еще кто-то, он, значит, по ноге Тайс, херак, 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 в итоге он ему Тайс, отбил ногу, Тайс начинает ногу подволакивать, подволакивать. Ну, Каман все время славился, мистер логтик, его называли, ну, вообще удар на огонь просто жуткий, много раз он формал противником. Вот, и в итоге он, только гонка, он прямо разбегается, и сразу по ногам. Тот уже от него вот так вот убегает, вот так вот, вот так вот убирается, в итоге он опять, в какой-то момент разбегается, размахивается, а тот делает вот так, и он ему по башке. То есть, конкретно ситуацию, если он просчитал, что тот уже, уже ничего не защищает, только ноги. В итоге подставляет голу под удар на огонь, и все, и там глубочайший нокаут сразу, наверное, просто капец. В это время на просчет, понимаешь, он ему дал просчитать, а он вообще-то, ну, подготовил эту комбинацию. Так, он ему раз-двадцать по ноге ударил, чтобы тот стал уже вот так вот прямо на ноге. Дальше поехали. Дальше поехали. Звездовой на левый. Снизу, тут же, вверх. Там, там. И правый добавляем прямой. Дальше. Ты столько левый пока. Сработай корпусом. Корпусом должен получать тебе. Нормально, нормально. Подальше, вправо, так ладно, уворачивайся. Эх, медленно, Серёжа. Медленно, дай быстренько. Там, там, там. Пап, пап, пап. Всё. Ещё. Давай ещё третий, эээ, это чёрт боковой на выходе делал. Да ты заметил, что ты все стал ударить? А раньше бил бы один удар из трёх и четырёх. Даже мысли такой не было, что надо делать. Ориентация была на последний удар. На один удар только, да. Мне кажется, ты вдыхаешь либо одним выдохом все удары, либо держишь. Мне кажется, по форсированию. Да. Тебе не хватает. Ты вот издыхаешься по этому. Тебе не ведёт дыхание удар. Удар ведёт, всё ведёт дыхание. Какое дыхание, такое удар. Если ты не дышишь, то ничего не будет вообще абсолютно. Нет, пока тебе не надо. Ты обделка, а дальше может не делать. Да. Давай-ка. Не тормози перед третьим ударом. Там-там-там. Не должен дальше. Ту-ту-ту-ту-ту. На второй не забывай ударь. Таа, Shay. Ещё. Одна даже... Я��да. Тащи, по wp-p. Всё. А, видишь, ты Spring-Drestling! Это просто немного там. МыSK с в последнего, stuff из 7 inversionа, и человек the Tanakh. Третья, третя, третя. Третья, третя, третя. Третья, третя, третя. Третья, третя, третя. Главное, третий подключай вовремя. И не пропускай второй. А то второй без акцента идёт вообще. Давай, четыре. Ну всё, не забывай. Мне хватит этой дистанции. Я с неё быстро войду. красавчики нам пишет опять вот так на проводить выходные дни правильно мы так и стараемся мы не только выходные так проводим так все время но правда перед ней еще подготовка будет идти чтобы по печени левый первый строк ударить надо как туда войти в этом двойка может быть у него там из 25 ударов комбинации то были еще фильм про него какой-то был давным-давно ну ты знаешь что будешь делать ему это дома-то говорить да я знаю значит я выхожу там правый левый сбок из семи там ударов комбинации были продуманы на 7 на не то что на кроечку там двоечка-троечка на 7 на 8 ударов комбинации продумал это вообще это вела о том что он вообще не собирался и противник работать он как бы настраивался делать свое ему было совершенно по барабану а потому что такое с превентивной защиты как у него у него в эти вот маятники качалки все ему в принципе по барабану чем ухарки не квестал двойку качи не качеowany противник что бы не бросал просто по нему не попадал им был барабан шел него будет качал поверх и тут просто не мог попасть на самом деле а логика здесь просто железно противник бьет все куда где то есть то есть тебя просто должно быть каждую следующую долю секунды там не тебя противник будет бросать руки туда я уже там нет вот момент поэтому надо просто всего время качать от такие как серими ниже противником Sarah able Противники его куда били преимущественно? В бубен. Он просто голову качал в сторону, и всё время по нему не попадали. Всё. Всё было просто. Был бы высокий, у него и хер бы получилось бы его вот это вот пикабук. Ему бы просто по фигу. Да, он даже руки держал вот так, ему было по фигу, ему по корпусу не били. Вот это вот очень важный момент. То есть именно под него разработана система боя, но как под него? Для супертяжелого дивизиона, а так-то по логике вещей-то, Кому приходится драться с оболивающими противниками? Уметь. Ну и конечно. Для классического бокса. Предположим для того, чтобы Впишут либо по ноге, либо между Впишут либо по ноге, либо между Вообще. Он же очень близко подходить и друг противникам. Он же очень близко подходить и друг противникам. Он сразу колено войдет. Вот. Для входа вот например очень хорошо. Да, последний немножко такой. Немножко с уходом. Так, ну и вот так. Так, и вот так. Вот и вот так. Очень близко подходишь на вторых. Вот три первые почти с места бьешь. Издалека. Чуть быстрее И нырочи потом хотят Очень скрепощенный вид, зажал ключ Расслабь наши руки, очень причинно же Нет, последний прямой Все четыре прямые Просто встал немножко в среднюю коль И сразу Не смотри на каждый раз на лапу Смотри на меня Тяжело идет Ничего, ничего, давай Ударов-то нет, совсем Руки не опускай груди И в конце нырок Мне казалось бы, самая простая Пошла тяжелее всех Все, вы изгрепощаете плечи Сейчас, смотри, то же самое делаешь Но только после нырка Еще, как правой А боковой Что-то. Что-то. . Не головой, а корт на ногах. Пропустил щасок последний, и в корпус, и в голову. Любишь, что на руке реагирует. Знаешь, хуже всего будет не на руках, а на ногах, когда противник такой, вот и отвернешься, и получишь четко в голову, сто процентов. Либо отсюда. На этом и ловят. От ног особенно, потому что нога вроде она по низу, но она как бы снизу. Любой рывок ноги воспринимается как, ну косвенно, по нижнему уровню. Человек реагирует на движение ноги, защищает пах, сдергивает руки. Если нога в голову пойдет. Или просто, даже рука. Все. все. Поэтому, защищаясь на нижних этажах, руки вниз не опускайте никогда. так, что там? Ну вот. Блин, ну это уже хулиганство пишут. «Боксер трахни меня». Надо мне поделиться. Ну это хулиганство. Нет, девчонки. Мы все женаты тут. У тебя сколько детей? Двое? Или уже трое? Двое? Ну да. Да. Ты скоро дедом-то спалишься? Да никак тут. А никак, да? У меня проблема маленькая. Так. Поехали. Последний буквально. Снизу два. Слева. Права. Там, там. На низу. Да. Чув-чув. Сйм. Кажать. У меня там есть. Я уехал, я ухал. Съел нырок? Нырок, и бокал. Ухал, сдай руку. Ухал. Ухал, да. Ну, все. Ухал, ис. Тихо. Ухал, ис. Тихо, ис. Только два пока, раз, два, левый, правый. Немножко заверни корпус, не на левую. Нырок, правый, рукавый. Не головой Нирока, а на ногах, на ногах. Это последняя связка, потом кроссфитик маленький. Еще нет фарфоров. Круги, не расставляй широко. Хорошо. Я не могу. Мне так воздуха не хватает. Здорово. Сейчас, ребята, очень спокойно, потому что разгорячились. Одно радует, что чуть-чуть устали. Вот, поэтому очень плавно, спокойно. Нет, руки выбрасываем резво, но без силы. Это не значит, что надо вяленько вот так вот, честно говоря, там еле-еле перемещаться. Руки выбрасываем достаточно резво. Только держим дистанцию, контроль, и руки расслабленные. То есть, резкие, но расслабленные. Даже стараемся на тач-контроль особо не идти. То есть, так. И так все понятно будет, кто кому это попал. Все ясно. Очень много пропустил в борцовской технике. Просто очень много. А там нюансы же, ты понимаешь. Там очень важны нюансы. Поэтому будет не очень легко поднагнать. Саму физику, само понимание техники, да, но вот нюансы. Потому что они все решают. И особенно вот это вот. Там тукэми, падение, контроль вот это, чтобы не повредиться самому. И человеку не повредить, с кем-то работать. Он буквально не так сделал, что может и сам травму заработать. Я еще хуже стравмировал другого. Хотя он вообще ни в чем не виноват. Говорит, оставьте кого-то. Бель Кузя, он ни в чем не виноват. Хотя, говорит, там и паук, говорит. Оставьте Кузя, ни в чем не виноват. Поехали, давайте надевать перчатки. Вот никогда в капюшоне заниматься надо. Он так ограничивает это зрение. Стоит голову повернуть. Это шлем. А он поворачивается? А у меня поворачиваешь голову, у меня капюшон не мешает, понимаешь? У меня опять раздражает. Вот на этой куртке еще хорошее капюшон. Вы затянешь, если так нормально. Он держится на голове, если поворачиваешься. Шлем? Шлем мне по другой причине это не нравится. Он габариты портит. Я не понимаю, там сразу пять сантиметров добавляет со всех сторон. Я там уклончик делаю. Мне по шлему херами. И цепляет. Там приходится запас делать на полкилометра мне. И перчаткой пять сантиметров плюс, да, палец, например. Еще пять сантиметров шлем. В итоге тебе приходится такие нырки делать, как почти садиться там. Потому что лилов, ну, сверху-то он ладно, нормально. А вот когда прямые техники, приходится больше. Вот я смотрю на Кудо. Вот у них реально приходится намного больше запас делать. Особенно у них же еще шлем вот так и скупаем. То есть я так вроде убрал голову, а там еще десять сантиметров. В итоге у тебя хлыщик, у тебя голова все равно все трясается. Ну что, приготовились, давайте поехали. А, вообще короткие раунды будут. Он нам поминуть. Свободен. Свободен. Поречи, поречи. Илья, это вообще такой удар пропустил. Я их забыла. Сереж, резко выбрасывай в руки. Резко. Резко, но слабо. Сереж, резко выбрасывай в руки. Резко, резко, но слабо. Закры. слабо, все, REFLE. Мягко, я забыла обе. Закры то, что не пережил. Если вы золото, кофе мои customтовые золото. Но я зар?- отдыхаем дышим восстанавливаемся но вы нифига не хотите двигаться порежем бросочки руками может порежем легко но резко есть игровые моменты когда мы медленно работаем сейчас мы не на практику работаем сейчас у нас именно такой легкий спаринг очень игнорируешь серёг работу по корпусу ее применяешь в основном только как способ к противнику приблизиться удар по корпусу я просто не вижу их нету если надо удар в корпусу, то удар в корпусу хороший резкий сочный а тянем просто для того чтобы попытаться растянуть противника давайте поехали бокс серёжа руку руку правую подтяни вверх отдыхаем отлично хорошо ещё один ещё один надо пока мне на 10 так заедешь ко мне домой я позвоню домой я позвоню сейчас домой скажу, что супруге она тебе маяк показала а хорошо я сейчас отсюда позвоню при себе а то вдруг она сейчас уехала позазря не тренирует тренировка не заканчивается сейчас не, у меня просто какие-то ещё будут вы-то сейчас уже разбежитесь а я ещё отжимания подтягиваюсь я сегодня уже больше не у меня дотрелся на работу не могу хочу сегодня хоть по дому дела поделать вообще погода не даёт заниматься прям выкраиваешь время потом некуда будет у меня тут крышу сорвало недавно ветром был сам шторм сильный над кабинетом сорвало крышу и дожди и вот мы с сыном на крышу и давай там полиатильный выкрывать потом только погода появилась там 2-4-5 быстрее туда наверх нам всё и тут переделали и закрепили всё целиком такие сильные ветры были прямо вообще ветки ломал деревья под ним причём только здесь у Иванова не было а здесь вот деревья упала это наверное макушку твою только снесло нет крышам и кабинетам наоборот на пристройке вот эта вот крыша она нормально противостоит потому что она не задирает за край она когда над крышей проходит ветер она более плоская и на ней больше подъемная сила на 5 смолёт над ней ветер дует и она поднимается и в краю задирает а середину поднимается ну в середине она задирала забирала и качала накачала и потом в итоге и лоп КОНЕЛ прямо вылетел squishy поехали последний раунд бокс давайте порезвее сейчас я вам отдых хороший дал только леса не портить стоп отлично стоп стоп потому что зацепил сереж ты тоже сюда сюда загрузку а я сейчас поработаю 9 как раз пораньше я-то думал вообще чем раньше тем лучше я же не знаю во сколько вы поднимали на 9 нормально потому что самая погода все время что летом что вообще она с утра сам погода хорошая потом еще это блока тянут с утра ты видела погода еще красота правда прохладно конечно но я не думаю что никому не холодно сейчас очень они рулят вообще тот мой размер не смолния взяла уже в зале не пойдет а последний как упражнение а смолнышку хватать или смолния имеется внизу что ли это а где она пойдет пойдет пойдешь потом лежал смотрю без без молнии есть так нет а ты сверху надевая вот эту вот на голень то вот эту а ну чтобы я мути закроет молнию а захватка дойдет вырывать будешь ногу и можно молнии но распахать товарищу а давай а да ты же какие-то травяные щи пьешь я забыл ты же какие-то да не я говорю без кафе работают а я тут без кафе нет я иногда вот ну мне с куся все равно добавлю я тогда сюда ловлю да 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 конечно а так мне сейчас ничего нельзя у меня тоже диабетик я вот так вот что такую тренировку длинную провести это что надо с тобой на еду носить что ли такую длинную тренировку слушай знаешь это от не знаю от тренированности зависит двухчасовая тренировка но два с половиной для нормальной тренировки легко усваиваем эту углевод и заканчиваются в первые 15 минут тренировку остальное уже идет килизация жировой ткани там у илюхи и нету поэтому поэтому ему можно с собой брать энергетический батончик нет я имею ввиду батончик прям может быть энергетический батончики вот углеводные они тоже принципе это вот продаются да 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 я гораздо об этом и говорю ну что други ладно чаще кросс фитерс но тоже не будем снимать всем пока берите пример и мотивируйтесь а мы с вас бы брать приятно сейчас я чувствую что я вообще голодный